здравствуйте дорогие друзья я арироса суркан и я вновь рад вас приветствовать на моем канале большая евразия так случилось что мы получили огромное количество жалоб и даже требований что мол видео наши очень длинные и тяжелые по всему мы принимаем во внимание ваши пожелания запускаем серию коротких видео которые будут называться сказки эти сказки до ныне невиданные и неслыханные но с большим смыслом и имеющие отношение к нашей сегодняшней действительности послушайте их пожалуйста внимательно они действительно небольшие и вам многое станет мы надеемся понятным и многое откроется ну что ж друзья поехали и так сказка 1 здравствуй здравствуй честной народ работящий да да правда охочий верно забыли вы нас комароха веселых людей забавляющих да правду несущих а мы по миру ходили новости собирали да сказки сочиняли и теперь вам расскажем потешим сегодня расскажем сказочку о девице красавица в трех соснах заблудившуюся сколько правды в ней только вам и судить жила была девица росла она в большой семье и горя не знала отцом богом и матушкой землей обласканная заре вставала любовалась восходом красно солнышко по хозяйству хлопотала сестрам помогала до их помощью не гнушалась не брезговала а по праздникам со всей своей семьей веселилась а даже и не радовалась была наша девушка красивая и работящая приветливая да душой и чистая уж больно хороша она была горем и несчастьями наученная с природой и соседями в мире живущие а посему от женихов отбоя не было много претендентов не хаживала но не по большой любви а все и скорости великой среди них была разная публика в основном до достатка чужого жадная с такими водиться все равно что в крапиву садиться были такие умники избранными себя кликающие кто коварством своем мире славился кто на чужих пороках всегда наживался до собратьев своих не жалеючи считали они что добро нашей девицы это их добро да остаточка а сама она перед ними в долгу и должна за грехи непонятные сгинуть со света белого начисто ну а были и такие выродки под своих родных рядившиеся лишь о своих карманах пеклись они наплевав на сородичей с колокольни высокой так вот вся эта свора хитрая жадностью и ненавистью ведомая все шептала позабудь поскорее отца с матерью и сестер своих заморышей ну зачем тебе бедные родичи ты как рабыня не привязи пашешь день и ночь на них извергов света белого не видя уходи от них ты же вольная независимая продолжали они песни льстивые уловив что милы их слова наши девицы ты же лучше всех да с твоей красотой ты могла бы царицей стать над всеми живущими и весь мир бы лежал у ног твоих угощали ее явстами и винами заморскими одаривали труселями кружевными да стекляшками бесполезными кружа голову дурехи нашей отравляя ее душу доверчивую а шалев от такого внимания потеряла бдительность наша девица пустила в дом свой тщеславие и дочь ее гордыню лютую не узрив коварных планов воздыхателей и своей близкой погибели позабыла она отца и матери наставления что нельзя доверять чужакам мягко стелищем жестко спать потом долго придется и не помнит как согласилась да и соглашала лися тоже не помнит а когда злодеи ключи от амбаров выдурили мол сама отдала для правления стали они обгоняют друг друга все добро по карманам растаскивать дотравить нашу милую дурочку ядом сладким скрывая их нечестивый замысел возгордилась наша девица стала ленивой и чванливою дела и пила явства заморские отравляя нутро свое нежное позабы вкус хлеба родного и поправ наставления родных отца и матери уж не встречала она по утрам красное солнышко лишь закатами стала тешиться не успела опомниться девица как она уже не красавица а добро ее уже растаскана женихами заморскими да прочими проходимцами как птицы беспечный увязка готов и самой теперь погибель лютая уж подохла скотина не кормленная петухи во дворе ее не зовут красно солнышко все цветы завяли глаз не радуют дом не убран хозяйство заброшено все поля бурьяном засеяны а сады топорами порублены а колодцы пусты или грязные всяк заезжий считает за правило завалиться обутым в постели ее белую ну а кто и углами не брезгует испражняя светлица с иконами и пошла по рукам наша девица без царя в голове покинутая всякий может взять девку порченую и все меньше по согласию чем меньше добра в закормах оставалось тем меньше и друзей вокруг нее ошивалося льстивый тон вчерашних собутыльников сменился громкими приказами восхищение и любовные признания поменялись на брезгливость и открытое презрение как говаривают люди правые земной мудростью напоенные сколько веревочки не виться не бегать а конец будет точно проверено жизнь разгульная да бесцельная привела ее к неизбежному стала нищую наша девица ничего у нее не осталось а да еще как будто в наказание за ее делишки постыдная поразила ее хворь опасная имя твари речной носящие делать нечего кушать то хочется только где взять еды непонятно ей ведь работать она разучилась а предаваясь разгулью беспечному и пошла она побирайтесь а по друзьям своим вчерашним липовым честь и остатки на крошки хлебные выменивать все надеялась что примут ее в заморский круг общения но не давали ей ни воды ни хлеба даже черстого говорили ты же голая и неравняном небожителем а иные кормили лишь обещаниями что помогут обязательно только в долг большой да и за услуги грязные ей бы надо образумиться да прогнать гордыню с тщеславием вернуться к родне и покаяться выпить ковш правды горькой от родичей а иной раз и не единожды и с соседями замириться все проблемы решая по-доброму в мире лучше быть да по правде жить уважать других и любить родных на рассвете встать в доме вымить все да убрать весь свой двор из чужого мусора и продолжить свой путь жизнь начав с нуля с богом сердце и с царем голове но не видит беды наша девица злой гордыни ослепленная затуманенный разум спит ее очнуться ей и не хочется иногда приходилось осознание что творит она что-то ужасное но бежала она от мысли тех больно правда была страшной и очень болезненной так и ходит она кругами по свету белому грязная и не чесаная была вольная и независимая а стала брошенной никому не нужная по тоскухой соседями званая отца родного позабывшая землю мать за долги отдавшие где теперь супостат правит уверенно обильно кровью и и поливаючи и куда идет горемычная уж давно она и не знает и не ведает позабыла какого народу племени и откуда пришла где родня ее что притих народ или узнал ее может то с девицей той дружится но если кто и себя узнал то не все в этом мире потеряно